С дружеским визитом в городском округе побывала делегация Кимирсеновского Центрального комитета Всероссийского союза молодежи из Северной Кореи. Встречали иностранных гостей в поселке Дунай в преддверии Дня Победы. Подробнее о мероприятии наш следующий сюжет. Хлебом с солью, все как положено по русской традиции, встречали иностранных гостей в Доме культуры Восход. Такие почетные гости здесь редкость, а потому и такой радушный прием. В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне городской округ посетила делегация руководящих работников Кимирсеновского социалистического союза молодежи из страны утренней свежести. Мы рады вас сегодня встречать в нашем городе. Хотелось бы, чтобы эта встреча не была первой и не была последней. Тем более, что эта встреча происходит в великий праздник для России. Вы знаете прекрасно, 9 мая, День Победы. Но она также касается и вашей страны, потому что вы также воевали, мы также вас освобождали, помогали вам. Почетных гостей принимала Дунайская молодежная комсомольская организация, которая на сегодняшний день в своих рядах насчитывает порядка 50 человек. А сопровождали корейскую делегацию представители краевого отделения КПРФ и депутаты законодательного собрания Приморского края. Каждый год такие обмены происходят. Значит, наша делегация по комсомольской линии посещает страну утренней свежести, Корею, а их делегация ежегодно посещает и Приморский край, и ближайшие регионы, соседствующие с Кореей. Предлогом для приглашения делегации прежде всего стали тесные дружеские связи между Кемерсеновским союзом молодежи и Приморской комсомольской организацией, а также совместные мероприятия, проводимые на территории КНДР в честь 72-й годовщины освобождения корейского народа от милитаристской Японии и победы советского народа над фашистской Германией. Однако, по словам организаторов, эта встреча в поселке Дунай проходила не столько под красным флагом, а сколько с целью привития патриотизма у потрясающего поколения. Цель – это укрепление дружбы, прежде всего. Наверное, знаете, что у нас каждый год порядка 50 детей со всего Приморского края отдыхают в международном Сандавонском детском лагере. Это аналог нашего арт-дека. Корейцы предоставляют такую возможность. Более того, у нас совместные экипажи стартуют, автопробеги, посвященные и победе, и историческим данным в их истории. Поэтому, я думаю, подобные вещи – это огромный пример укрепления дружбы, потенциала развития между двумя странами. Дунайская молодежь, а это не только ребята, состоящие в комсомольской организации, но и творческая молодежь поселка, подготовились к встрече иностранных гостей основательно. На сцене прозвучали русские народные песни в исполнении заслуженных коллективов, например, таких, как «Калина Красная». Кроме того, были подготовлены и хореографические номера. «Кливеры бросят в ясный день, проворчат несмело. Белые рубят красных, красные рубят белые. Мир далеко, далеко, видит побочках узких. Русские рубят русских, русские рубят русских». Организаторы мероприятия надеются, что это не последний визит корейцев на нашу территорию. Отметим, что уже в октябре этого года будет сформирована делегация от Дальнего Востока, куда войдут и представители поселка Дунай для поездки с ответным визитом в Северную Корею. Дальнего Востока